здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад сегодня очень радостно потому что привезла посылку вот такой красоты луковичных растений но у меня здесь в основном тюльпаны нарциссы и мелколуковичные немножечко совсем я когда делала вам обзор своих тюльпанов вы конечно же меня спрашиваете а где вы это все покупаете и об этом вообще вопрос где что вы покупаете звучит ежедневно я тогда говорила не для рекламы ради а просто чтобы ответить вам на вопрос что все это покупаю уже наверное седьмой год фирме сотка многие знают фирма находится в санкт-петербурге многие недовольны работой сотки но не то что недовольны бывают такие претензии что бывает пересорт бывает пересорт лилиях у меня тоже был но так как я не коллекционер не любой пересорт всегда устраивает тем более иногда пересорт бывает красивее чем сорт но я имею до если вы заказали там одного цвета вам пришло другого я к этому отношусь совершенно спокойно поэтому уже вот седьмой год заказываю у них очень много товара и осенью и весной вот соответственно все что вы сейчас видите такую красоту это не моя красота мы я уже много раз об этом говорю делаем такой заказ в складчину то есть это я заказала себе и тому парню что называется каталог даже нигде каталог нигде ничего не выставляла потому что у меня вот все мои знакомые любители цветов в городе в районе тут рядышком все это все раскупят я поэтому даже не переживаю конечно организатором всего этого движения выступаю я кто-то должен принять на себя основной удар ну я так называю ну и всякие риски несет тоже тот человек который все это организует но у меня команда очень хорошие понимающие все вопросы мы решаем конечно культурные мирно что хочу сказать о фирме я уже рассказывала значит весной я у них закупаю ну так называемые корни это корни от в открытом грунте ну открытые корни в мешках в пакетах открытая корневая система вот как грамотно говорить да я закупаю мелкий опт вот это сейчас называется мелкий опт почему мелкий опыт так дешевле соответственно в складчину все это можно купить если вы один человек и у вас нет подруг и приятелей то все то же самое весь ассортимент ну конечно чуть дороже потому что это розница можете купить на в интернет-магазине который называется луковки я ссылки вам прикреплю обязательно не честно вам не знаю есть ли мелкий опт открытые позиции потому что вот этот весь заказ я формировала в июле и в июне я вам как раз это и показывала оплачиваю 50 процентов в июле и сейчас заплатила остатки и ко мне пришел товар я съездила сама за товаром может по почте все также отправляет если мелкого опта нет то в магазине луковки я думаю все можно купить конечно огромный ассортимент вот это там знаете какая-то сотая на часть того что я сама просто выбрала я даже выбираю картинки на свой страх и риск знаю что девчонки все равно картинки красивые все равно все все купят ну правда выбираю все то что что красивое что нравится так что кто не знает где купить может быть сейчас самое время теперь когда мы всю эту красоту будем так не сказала осенью я сейчас покупаю значит у них лилии тюльпаны нарциссы и всякую мелкоту луковичную это там и гиацинты и мускарики пушкини подснежники и так далее вот лилии не покупала в этом году у меня их очень много лилии еще второе место покупаю в полков саде там у меня вот пять лилии заказано на весну и все вообще бы хорошо лилии конечно сажать осенью тогда они уже на следующий год зацветут поэтому кому нужен вот такой посадочный материал вот как раз а весной будем заказывать многолетники и пионы и тюльпан а и пионы и флоксы и вообще куча куча многолетников заказываю там весь вот сейчас будет каталог у них после этой продажи и где-то зимой уже заказываю на весну вот такая работа с этой фирмы это все кто не знает где купить потому что честно говоря сейчас у меня в гостях была блогер и ну знаток своего дела будем говорить о ней чуть попозже будет видео в воскресенье как раз вели разговор о посадочном материале и ира ее зовут и раз ездила в санкт-петербург у нее там был большой заказ потому что она этим занимается и приехала и мне рассказывать что очень она удручена и расстроена тем что люди жалуются ну кто занимается профессионально на те фирмы где ездила что нет посадочного материала потому что связи с коронавирусом закрытые границы товар не растамаживается товар не заказать тот кто работает заграничным товаром с любым товаром американским голландским это касается не только посадочного материала и с ней обговорили я уже вся говорю что же будет за ценник весной мама дорогая и так уже цены поползли вверх но это вот такое вот у меня предисловие теперь дальше когда всю эту красоту высаживать я уже вижу что многие блогеры снимают видео и говорят что срочно срочно видео о том как посадить это все понятно но о том что срочно срочно нужно сажать меня это конечно удивляет все луковичные растения мы высаживаем в почву тогда когда почва хорошо нахладиться нельзя сажать сейчас достаточно теплую почву тем более что эта неделя стоит очень теплой погодой даже у нас на севере ленинградской области и еще следующей неделе тоже обещают может не такую теплую вот как эти дни прямо хоть загорай но тоже достаточно теплую поэтому торопиться сажать теплую землю не нужно посадим в начале октября вот я например сейчас вам покажу как я буду это высаживать просто элементарно и легко и быстро я не запариваюсь какой-то там супер-пупер посадкой все у меня сами знаете все и видите на моих видео что все у меня растет вот но какие-то агротехнические мероприятия нужно провести правильно поэтому буду сажать начале октября у меня правда было одно видео один комментарий о том что женщина пишет что она сажает все в августе тюльпаны и у нее прекрасно цветут меня конечно это очень удивило но если у человека получается я рада но я вот в августе даже по обрезала кое-какие свои многолетники то есть там астры обрезала шалфея чуть-чуть типа порядок мне нужен был вот они сейчас вовсю ринулись расти потому что тепло это удар по иммунитету и вот не понимаю как в августе посадить тюльпаны и они не взошли не знаю при такой теплой земле и при погоде достаточно там вот сейчас теплый ну если все получается то очень хорошо но я буду сажать начале октября и рассказываем только о своем способе на своем методе посадки и о сроках тоже о своих и чеснок зимний я еще не посадила чеснок посажу в конце этой недели может быть субботу может быть воскресенье и тоже его не тороплюсь сажать ему точно также нужно самому зубчику охладиться нам необходимо чтобы все луковичные растения пустили корни но . роста была замерзшая она не росла потому что если луковица начнет расти она потеряет часть своих питательных веществ луковицы и плохо перезимует а потом мы говорим почему не взошли тюльпаны да может быть это одна ранняя посадка одна из причин почему не взошли кто-то говорит на кротов кто-то на мышей и так далее вот поэтому дорогие друзья не торопимся а я сейчас первым делом себе с каждого пакетика возьму тюльпаном потому что я сажаю тюльпанов много сами знаете и у меня еще тенденция такая я их не выкапываю потому что у меня сложный микс бордеры мне выкапывать тюльпаны практически невозможно я иду на этот риск осознанно зная что там где не будет у меня тюльпанов я куплю новые и подсажу почему не будет я все это вам рассказывала что тюльпаны если их долго не выкапывать с годами они ничкуда не исчезают они не сгнивают ничего они уходят в глубину очень глубоко под землю то есть когда у тюльпана начинаются корешки расти корневая система он как бы выталкивает сам себя а потом потом наоборот втягивается и это происходит из года в год и тюльпан уходит на глубину метр и даже больше и потом с этой глубины ему просто не пробиться наверх вот и все и такие вещи у меня бывают которые по 10 лет на одном месте вдруг когда начинаются какие-то раскопки оттуда появляются тюльпаны вот именно поэтому и связи с этим покупаю просто посадочный материал и подсаживаю тюльпаны но это не говорит о том что это правильно если вы выкапывать тюльпаны ежегодно это великолепно если вы выкапываете 1 3 года то тоже реально возможно но у меня вот свой опыт и так пошла сейчас выберу себе всякой красоты пошла покажу вам как сажать но сажать буду в октябре ну и так прихожу посадки я очень люблю красные тюльпаны обожаю красные белые больше чем любые другие и еще очень люблю гибрид дарвина это наверное самый старый вообще-то гибрид это очень высокие ножки и огромные бокалы в принципе самые обычные красные тюльпаны как правило вот кто выращивать давно давно это гибриды дарвина отлично вот все неблагоприятные условия переживает на ура вот я их себе купила 20 штук буду сажать букетным способом так называемым да когда не строчкой никакой а тюльпаны посажены в кружок вот в кружок помните я вам летом когда делала обзор миксбордера говорила о том что осенью сложно угадать куда сажать тюльпаны ну потому что ничего не видно вот сейчас где нужно подсадить что нужно подсадить когда еще много всяких клумб и миксбордеров это сделать трудно вот мои палочки которые были до некоторого момента не видны потому что ну здесь сами знаете были лилии в на этом сложном миксбордере вот палочки у меня поставлены еще в общем-то как тогда когда цвели тюльпаны я себе сделала такие указатели где получалось нет тюльпанов и какое-то пустое пятно вот в этом месте я и буду их сажать эта палочка выручалочка тюльпаны на нашем песке сажают достаточно глубоко сантиметров 10-15 вообще считается луковичные сажаем на вот тут вот да вот это вот высота луковички на 58 размеров луковички но я знаю по моему песку по моей земле легкой песочный я сажаю глубоко вот выкопала ямку кругленькую теперь на одной ямке насыпаю песок если у вас глина то песок вообще нужно насыпать но таким слоем 3-4 сантиметра я слегка потому что у меня легкий грунт ничего не вымокает и на этот песок теперь я раскладываю луковицы так как я не выкапываю луковицы я раскладываю достаточно друг другу близко ну с расстоянием буквально 5 сантиметров вот на такую лунку 369 но 10 штучек сейчас еще одну положу вот 10 штук на такую луночку диаметре 40 сантиметров наверно 35-40 то я и разложила теперь сверху необходимо присыпать песком если у вас глина я честно вам сказать сверху присыпать не буду но я знаю что у меня не вымыкает все хорошо просто засыплю землей но еще раз повторяю глина тяжелые какие-то у вас земли сверху луковицу закапываем песочком это предохранит от гниения можно еще сейчас сюда добавить залу за лак как антисептик будет работать и тоже мало ли у вас сырые почвы предохранит от гниения я ничего не делаю теперь просто засыпают и все землей все здесь зарыла опять поставила палочку сейчас просто для себя чтобы не бегать и не искать вдруг снова посажу вы тоже бывает рядом тоже стояла палочка и смотрите сейчас кажется здесь и сейчас вот так камеру сделаю куча других растений это и гортензии и лилии вот торчат которые обрезаны но одно другому не мешает тогда когда вылезли из земли тюльпаны и цветут гортензии еще только-только почки набивает или или еще только-только проклюнуться из грунта а вот когда цветут тюльпаны тогда и другие растения по уже начинают давать вегетативный рост поэтому вот такие у меня плотные посадки здесь посадила красный здесь покажу посажу белые и белые выбрала точно такой же бокал чтобы это хорошо сочеталось это же гибрид дарвина ведь у них какой бокал вот бокал крупнее чем ладонь человеческого очень крупные всем советую это уже это уже проверено на основании 30 лет моим первым тюльпаном дарвиновые гибриды больше 30 лет и так сажают теперь эти здесь луночка поменьше и вошло поменьше сейчас я вот уж которые первые вам показала нет но этих товарищей я отсюда сниму потому что необходимо провести единственную операцию при посадке тюльпанов это их протравить протравливать буду в растворе максима красная такая жидкость для того чтобы не занести сюда инфекцию но вот те которые посадила перекрестимся и говорим дай боже чтобы все было хорошо а эти сейчас сложу и уже буду сажать в октябре с протравливанием максимом как видите в почву ничего не вношу потому что здесь и так питательная почва я уже внесла удобрение цветочная осень здесь везде была разбросана и подлили и под пионы и везде и еще будет мульчироваться перегноем которым я буду мульчировать тоже поздно осенью чтобы сейчас привнесение азотных удобрений не стимулировать растения к росту поэтому конкретно никаких удобрений в ямку я не закладываю если у вас бедная почва вы работаете еще не первый год на земле не нарастился бумус то в ямку конечно можете положить любое органоминеральное удобрение для цветов но конечно лучше бы если бы это было написано осень потому что при внесении достаточных доз азота сейчас можно стимулировать растения поэтому уж азот мы с вами дадим в виде двух подкормок жидких рано весной чтобы стимулировать рост крупных стеблей бутонов а сейчас нам необходимо чтобы луковицы хорошо перезимовали поэтому с приставкой осень любое цветочное удобрение нет цветочного купите газонная где там написано слово осень состав удобрений будет один и тот же и формула которая как раз нам и нужно